МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. Здравствуйте! В студии Адина Смогулова, а судоперевод Даурена Андрасилова. И в начале выпуска коротко о главном. Не стареют душой ветераны. Работу активистов старшего поколения высоко оценил глава Алматинской области. Чтобы дети не болели, для житысовских малышей с различными заболеваниями и патологиями создаются самые лучшие условия. Все нажатву аграрии региона уже вовсю собирают урожай. В Талдыкургане прошла 8-я отчетно-выборная конференция Алматинского областного совета ветеранов. За круглым столом собрались активисты старшего поколения областного центра в онлайн-формате председатели районных советов ветеранов. В работе конференции принял участие и глава Алматинской области Амандык Баталов. Председатель Совета ветеранов Алматинской области Ермек Келемсид свой отчет о работе посвятил большей части итогам, а именно, что сделано за годы работы и чего сумели достичь. Одна из главных заслуг Совета, по мнению председателя, это воспитание молодежи. В соответствии с утвержденными годовыми планами областного совета ветеранов проводятся различные мероприятия общественно-политической, культурно-спортивной направленности с целью воспитания молодежи духовных, пропаганды семейных ценностей и национальных традиций. Мы совместно со старейшинами районов и городов проводим всестороннюю идеологическую работу с подрастающим поколением. Одна из главных задач Совета ветеранов нашей области – это воспитывать молодое поколение, прививать любовь к родине, научить трудолюбию и внести свой вклад в развитие нашего государства. Молодежь – наше будущее. Они должны сохранить ценности нашего народа. Отметим, Совет ветеранов Алматинской области – одна из крупнейших общественных структур региона. Она насчитывает более 240 тысяч пенсионеров. Благодаря их вмешательству решаются актуальные, важные проблемы общества. ВОЗ рекомендует 7 таких направлений, которых надо придерживаться, чтобы было у нас активное долголетие. Сейчас я сразу упомяну, у нас же организовался Центр активного долголетия в этом году. Вы знаете, туда выделены определенные средства, уже комиссии создаются. Мы там тоже помощники им. В общем, подсказываем, где что, как делать. Я думаю, по районам тоже создадутся это. И всё будет у нас в этом плане всё-таки в позитивном решаться. За свою более чем 30-летнюю историю организация провела колоссальную работу. Мощная общественная сила стоит на защите прав ветеранов труда, ветеранов-афганцев, фронтовиков, части охраны здоровья и соблюдения социальных льгот. В ходе встречи старейшины региона задали актуальные и волнующие их вопросы. По словам ветеранов, дома для престарелых и территорий кладбищ нуждаются в обновлении и благоустройстве. Выслушав каждого Аксакала, глава региона заверил, что озвученные проблемы в скором времени найдут своё решение. Стоит отметить, Амандык Баталов высоко оценил работу областного совета ветеранов и выразил надежду, что эта работа в будущем будет продолжена. Он также отметил огромный вклад старейшин в укрепление стабильности в обществе и экономическое развитие региона. За годы независимости страна превратилась в авторитетное и мощное государство. Наша экономика быстро развивалась, наша культура процветала, подчеркнул глава края. В текущем году Алматинская область получила большие доходы по всем основным показателям социально-экономического развития. За счёт роста обрабатывающей промышленности объём промышленного производства увеличился почти на 15% и достиг 946,5 миллиарда тенге. Валовая продукция в сельском хозяйстве – более 457 миллиардов тенге. Обеспечен рост на 102%. В экономику области привлечено 370 миллиардов тенге инвестиций. Создано 40 тысяч новых рабочих мест. Объём строительных работ составил 165,5 миллиарда тенге или 116,5%. В соответствии с поручением президента, мы, как один из драйверов экономики, заняты дальнейшим развитием агропромышленного комплекса. Окончание конференции ознаменовалось избранием нового состава ревизионной комиссии областной организации ветеранов и делегатов Восьмого республиканского съезда. Кроме того, единогласным решением членов организации Ермек Келемсеид остаётся на посту председателя областного совета ветеранов. Амандык Баталов ещё раз поблагодарил всех участников за активное участие в социально-экономической жизни региона и пожелал ветеранам удачи в работе. Уровень коррупции в сфере образования в Казахстане по-прежнему стабильно высокий. Данный факт был озвучен на онлайн-совещании, проведённом заместителем Акима Алматинской области Батыржаном Байжумановым совместно с представителями антикоррупционной службы, местных исполнительных органов и учреждений образования. С начала нового учебного года прошло только две недели, но уже появились факты коррупционных действий со стороны учителей в некоторых общеобразовательных школах области. Об этом стало известно по результатам социологического опроса, а также благодаря информации, появившейся в социальных сетях. За первые 14 дней сентября в департамент агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области поступило более 40 обращений и жалоб родителей на неправомерные действия и поборы со стороны педагогического состава. А это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. Жалобы просто так не поступают. Жалобы мы каждую жалобу будем рассматривать. Вот к директорам школы я теперь хочу обратиться. Для учителей создали все условия. Статус. Закон принят о статусе педагога. Никто их не трогает, не привлекает ни на какие там мероприятия другие, как раньше. За оплату 260 тысяч в среднем получают учителя. Сейчас рассматривается вопрос по повышению зарплаты директоров школ. Но в то же время вот эти поборы перед началом учебного года, прием в школу учителей, педагогов. Это что такое? Что вы себе позволяете? В социальной сети открытый сейчас доступ информации любой выложит. Мы на любой факт будем реагировать, который в соцсетях выйдет. Эффективному использованию выделяемых на развитие образования средств также мешает коррупция, говорят представители антикоррупционной службы. По Сарканскому району отдел образования в текущем году заключил 7 договоров по модернизации автоматизированных систем на общую сумму 11 миллионов тенге. При этом все договора были заключены из одного источника, путем прямого заключения, где согласно предложенным техническим спецификациям, объем выполненных обязательств ко всем договорам является абсолютно идентичным. То есть это и есть основной риск, который как раз допускается и специалистами, и непосредственно руководителям отдела. Я думаю, здесь нужен жесткий контроль со стороны управления образованием. Надо полностью со всеми еще разобраться. Если вот этого мониторинга не было, значит, каждый мог бы по-своему нерационально использовать бюджетные средства. Что касается сбора денежных средств учителями, то они в основном проводятся на такие цели, как ремонт класса или школы, приобретение канцелярских товаров, покупка необходимого школе оборудования. В последнее время появилась еще одна статья на расходы. Приобретение дезинфицирующих средств в связи с повышением риска заражения вирусной инфекцией. Больше всех писем о таких поборах поступило в антикоррупционный комитет от жителей Карасайского, Янбекши-Казахского, Панфиловского, Ильисского и Сарканского районов. В школах собирать деньги категорически запрещено, а средства на приобретение всего необходимого выделяются государством. Что же касается зарплаты педагогов, то ежегодно с 1 января их доходы будут расти на 25%. За четыре последних года зарплата учителей выросла ровно на 100%. Два раза. Проверка тетради, заведование кабинетом, классное руководство. Все это оплачивается отдельно. Кроме того, учитель может каждые два года повышать свою квалификацию. А это тоже хорошая прибавка к зарплате. Директора и преподаватели школ, как пример для молодежи, должны работать добропорядочно и честно. Резюмировали в заключении совещаний сотрудники антикоррупционного комитета по Алматинской области. Денежные поборы в общеобразовательных школах – проблема не новая. Ее можно и нужно искоренить. Для этого всем гражданам нужно работать сообща, вести общественный контроль и незамедлительно сообщать о нарушениях. Лилия Штогрина, Жасулан Чингинжинов, телеканал ЖТСУ. В областном перинатальном центре города Талдыкурган появились 16 современных медицинских аппаратов. Новое оснащение поможет снизить младенческую смертность и инвалидность в природах. Областному перинатальному центру аппараты передал фонд Айала. Подробности в сюжете. Областной перинатальный центр Талдыкургана – один из самых крупных медицинских учреждений региона. Он рассчитан на 150 коек, в том числе 10 в отделении патологии новорожденных и выхаживания недоношенных. Здесь каждый год врачи помогают появиться на свет порядка 10 тысячам маленьких казахстанцев. Врачи не скрывают своей радости, ведь центр нуждался в дооснащении своей реанимации оборудованием для выхаживания новорожденных с различными патологиями. Наша главная задача – помочь каждой семье иметь здоровых детей. Поэтому лечебную работу мы направляем на то, чтобы все роды в стенах центра проходили благополучно и все дети рождались здоровыми. Мы благодарим фонд Айала и всех казахстанцев, которые помогли в приобретении оборудования в нашу реанимацию. Современные медицинские технологии помогут нашим специалистам качественно оказать помощь новорожденным, а также снижать перинатальные потери и риски возникновения инвалидности с детства. В число 16 единиц медицинской техники входит открытая реанимационная система, 5 фитальных мониторов и 10 ламп фототерапии. Все это оборудование стоит на страже здоровья младенцев. К примеру, лампа фототерапии помогает вылечить желтуху новорожденных, сохранив их здоровье и интеллект. А открытая реанимационная система создана специально для поддерживания оптимальных микроклиматических условий для выхаживания, в том числе, недоношенных детей. У нас есть аппараты фитальных мониторов, или мы еще называем КТГ-плода, которые помогают своевременно выявлять, это внутриутробно, когда ребенок еще внутри матери, выявлять чистоту сердечных сокращений, то есть состояние плода. И если есть нарушения, тогда при использовании данного аппарата можно вовремя провести родоразрешение, тем самым спасти ребенка. Передача оборудования состоялась в рамках республиканского проекта «Вдохнем в жизнь». За 14 лет этот проект охватил 36 городов из 67 медицинских учреждений Казахстана. В Алматинской области благословительный фонд ЭЛА передавал реанимационное оборудование в несколько раз, в том числе и областному перинатальному центру. За последние пять лет вот эта первая передача такая у нас случилась, очень большая. В планах у нас, естественно, находиться в постоянном контакте с областным перинатальным центром и постараться помогать им в случае необходимости. Благодаря фонду на сегодняшний день сотни казахстанских неонатологов, медицинских сестер прошли курсы повышения квалификации. А на перечисленные казахстанцами и крупными спонсорами 682 миллиона тенге организация приобрела и поставила в больницы страны более 200 единиц различного медицинского оборудования. В Алматинской области полным ходом идет уборочная кампания. Первыми к осенней страде приступили земледельцы Яскельдинского района. В этом году они засеяли 52 тысячи гектаров угодий. Из каждого гектара крестьяне намерены получить как минимум 19 сантиметров урожая. Для агрария самого крупного в районе хозяйства Дусинбинов сентябрь обещает быть очень насыщенным. В этом году здесь засеяли 5000 гектаров земель зерновыми культурами. Для их уборки местные фермеры задействовали сразу 55 комбайнов. Как итог, жатва прошла успешно. Амбары до краев заполнены свежеубранным зерном. А значит, пришло время к возделыванию не менее урожайной озимой пшеницы. На 28 тысячах гектаров земель аграрии района выращивают зерно. К слову, в прошлом году урожай выдался богатый. С одного гектара удалось собрать по 22 сантиметра пшеницы. Впрочем, таких результатов вряд ли смогут добиться аграрии в нынешней жатве. Поскольку, как отмечают специалисты, значительный урон посевным полям нанесла неблагоприятная погода. Из-за капризов погоды наши аграрии понесли большие потери. Как вы знаете, лето в этом году выдалось особо засушливым. Поэтому солому, оставшуюся после уборки зерна, мы не стали оставлять на полях для перегноя, как раньше. Вместо этого мы её полностью собрали и будем использовать в качестве кормового сырья для животных. По всей области засеяно без малого 900 тысяч гектаров различных сельхозкультур. По сравнению с прошлым годом, это почти на 4 тысячи гектаров больше. Из них 485 тысяч гектаров земель отведены под зерновые. Таких результатов аграрии ЧТСУ смогли добиться благодаря слаженному труду. Вот только справиться с капризами погоды – лишь полдела. Теперь полевым труженикам предстоит успешно завершить уборочную кампанию. Впрочем, и этот день не за горами. Всего мы прогнозируем собрать более миллиона тонн зерна в этом году. На 60% эту работу мы уже завершили. Уже 20 сентября в регионе начнётся уборка кукурузы, масличных культур, сахарной свёклы и, наконец, сбор урожая на рисовых чеках. Осенняя уборка урожая должна завершиться уже 15 октября. Чтобы страда прошла по плану, сельхозники региона работают в поте лица. И, в свою очередь, надеются, что погода в ближайшее время не преподнесёт им очередных нежеланных сюрпризов. Всего за полгода в стране 105 подростков свели счёты жизнью. Кроме того, было зарегистрировано около 200 самоубийств. Особенно тяжёлая ситуация отмечается в Туркестанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Об этом стало известно на пленарном заседании Можилиса. В связи с этим, народные избранники предложили упорядочить работу психологической службы в системе среднего образования. Также они отметили необходимость сократить срок регистрации нуждающихся в жилье детей, сирот с 6 до 3 месяцев. Эти и другие вопросы были утверждены в законопроекте и рассмотрены на заседании Можилиса. Эти поправки направлены на улучшение жизни более 3 миллионов студентов. А законопроект о защите прав детей, разработанный по инициативе депутатов, одобрен в первом чтении. В возрастной категории до 18 лет в прошлом году 143 суицида и 306 попыток суицида. Только за полгода нынешнего года уже 105 суицидов и 193 попытки. Понятно, что, наверное, случаи, как мы называем, семейно-бытовых причин, но немалая доля здесь связана с буллингом. И все это говорит о том, что здесь нужны действенные меры ответственности за совершение противоправного деяния, коим является буллинг. Автомобиль на полном ходу въехал в толпу людей на одной из автобусных остановок в Таразе, передает Хабар-24. Видеозапись происшествия появилась в сети. Судя по кадрам, ЧП произошло сегодня утром. На видео водитель транспортного средства по неизвестной причине выезжает на встречную полосу и избивает нескольких человек. Погибли двое пострадавшие и доставлены в больницу. Сотрудники департамента полиции сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия началось следствие. Буквально сегодня ракета-носитель «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи «Уан-Уэб» стартовала с космодрома Байконыр. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос». Старт стал 15-м пуском российских космических ракет в 2021 году. В 0.16 по времени Нур-Султана разгонный блок «Фрегат» успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1Б». В следующие четыре часа космические аппараты будут отдаляться от «Фрегата». Предыдущий запуск прошел 22 августа. Ракета вывела на орбиту партию из 34 спутников связи «Уан-Уэб», доведя количество космических аппаратов на орбите до 288 единиц. Народное искусство в миниатюре мастерица из Талдыкургана Сауле Джулькеева делает уникальные броши в национальном стиле. Сегодня ее работы известны далеко за пределами края ЖТСО. Наша съемочная группа побывала в гостях у мастерицы. Сказочные бабочки, пчелки и жучки. Такие волшебные насекомые из бисера украсят любой наряд, даже самой изысканной модницы. Работы Сауле Джулькеевой завораживают взгляд. Каждая брошка – отдельная прекрасная история. Особого внимания заслуживают украшения, выполненные в национальном стиле. В интернете очень много брошей все на различные темы. И бабочки, и жучки, и ноты, и все что угодно. Можно как бы завышать, зависит от твоей фантазии. Но совершенно очень мало брошей в национальном стиле. Не развито это направление. Идея полностью моя, можно сказать. По профессии Сауле бухгалтер. А творчество – это хобби, которое последние годы стало занимать все большую часть времени и мыслей. Ее глаза светятся, когда она рассказывает о своих работах. И сразу понятно, что рукоделие – не просто увлечение. Неудивительно, что семья полностью поддерживает Сауле. Она может выразить свой внутренний мир. Это ее амплуа. Она показывает то, что может сделать своими руками. Это очень кропотливая, можно сказать, творческая работа. Думаю, что каждый человек должен найти то, что ему нравится. Свои изделия мастерица выставляет на продажу в социальных сетях. Делает броши на заказ и принимает участие в ярмарках. Особенно приятно, когда твои работы не только смотрят и оценивают, но и с удовольствием носят, говорит мастер. Если это кому-то нравится, если люди это приобретают, это очень, конечно, большое удовольствие приносит. И, как говорится, когда кто-то приобретает у тебя вещь ручной работы и оплачивает, да, он платит тебе за удовольствие заниматься твоим любимым делом. В планах у мастерицы создать еще немало миниатюрных произведений искусства, ведь вдохновение дарит сама природа. Надежда Белова, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. На Фарельских островах охотники загнали на мелководье и убили 1428 белобоких дельфинов. Эта охота стала крупнейшим убийством китообразных, когда-либо зарегистрированным в мире. В воскресенье ночью охотники с помощью скоростных катеров и гидроциклов за несколько часов загнали большую стая дельфинов к пляжу и убили почти всех из них. Зоозащитники утверждают, что эта охота была незаконной, поскольку многие участники не имели лицензии. Ее на Фарельских островах выдают людям, которые научены быстро убивать дельфинов. Такие выводы были сделаны на основании фото и видео, на которых видно, что многие раненые дельфины, выброшенные на берег, оставались живы и продолжали шевелиться. Также кадры демонстрируют, что некоторые дельфины получили ранения от грибных винтов моторных лодок, из-за чего умирали медленно и мучительно. В Боливии прогремело два мощного взрыва. Сообщается, что инцидент произошел на складе горючего, первый, по информации правоохранителей, мог произойти из-за газового баллона, второй, прогремевший чуть позже из-за горючего в баке с дизельным топливом. По предварительным данным, пострадало около 12 человек, они доставлены в больницы. На кадрах любительского видео в момент взрыва сразу после начался сильный пожар и задымление. А обломки расположенных рядом зданий разлетелись на несколько метров. С огнем пожарные боролись порядка пяти часов. Сейчас пожар полностью потушен. К концу 2022 года все люди мира должны быть вакцинированы от коронавируса. Об этом заявил новый председатель Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид. К этой задаче он собирается приложить все усилия. Шахид уточнил, что в начале следующего года собирается организовать встречу высокого уровня по вопросу вакцинного неравенства. Напомним, сегодня в Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи. В этом году на ней рассмотрят ряд глобальных вопросов, таких как преодоление пандемии коронавируса, защита прав человека и искоренение бедности. А 21 сентября стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, на которую в Нью-Йорк прибудут лидеры, главы правительств и министры разных стран. Большой спорт для толдокурганцев без ограничений и противопоказаний. Сегодня во дворце спорта «Жастар» в рамках проекта «Саламат Табула Шах» открылась секция по адаптивной физкультуре для детей-инвалидов. Здесь ребята смогут заниматься паралимпийским видом спорта «Боча». Будущие спортсмены познакомились с тренером, попробовали себя в этом спорте и приняли участие в различных мероприятиях. Пора продолжить Лилия Штогрина. Новая спортивная секция «Боча» предназначена для детей с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников. Заниматься этой увлекательной игрой на бесплатной основе могут теперь также дети с аутизмом, синдромом Дауна и ДЦП. Тренировки в спортивном зале будут проходить с учетом возможностей здоровья ребят. После яркого открытия, которое проходило по всем спортивным традициям, желающих посещать адаптивные занятия, стало еще больше. Ребята с удовольствием приняли участие в мастер-классе по этому виду спорта. Тренер и врач спортивной медицины разделили детей на группы в зависимости от их возможностей. Турнир по «Боча» проходил в Талакурганском дворце спорта «Жастар». Что может быть лучше для ребенка, чем развитие соревновательного духа и воли к победе, говорят инициаторы проекта «Саламатты Булашак», в рамках которого подобные спортивные секции открываются по всему Казахстану. Наш социальный проект «Саламатты Булашак» возник еще в 2016 году. Я была сама инициатором этого проекта, я сама воспитываю особенного ребенка. И именно через занятия спортом мы добились огромных результатов. Поэтому благодаря нашим партнерам, благодаря нашему генеральному партнеру «Самрух Казнатраст» мы этот проект сейчас реализовываем в 13 городах. Талакурган сейчас 13 город, в котором мы открываем бесплатные адаптивные спортивные секции для детей с инвалидностью, а также детей из малообеспеченных семей. В рамках этого проекта сейчас около 700 детей с инвалидностью по всему Казахстану занимаются регулярно спортом. Благодаря активной поддержке местных исполнительных органов нам удается организовать вот эти круглогодичные тренировки. Боча – это спортивная, увлекательная, командная игра на точность, принадлежащая к семье Игорь с мячом, близкая к боулингу. Она входит в программу паралимпийских игр. Подобные состязания, по словам специалистов, хорошая возможность для ребят реализовать себя и зарядиться положительной энергией. Особые дети могут прийти. В неделю два раза будут проходить эти кружки. Тренеры у нас уже определены. Общественное объединение выплачивает им заработную плату тренерам. Они обеспечили тренерами и инвентарями нужными. С нашей стороны спортшкола для одаренных детей способствовала этому. Сейчас будет этот кружок работать. Если есть дети, которые желают, могут прийти на эти кружки. У нас в партии есть наш проект «Будущее без барьеров». В рамках этого проекта мы работаем с инвалидами, с особенными людьми. Проигравших в подобных состязаниях не бывает. Все участники без исключения. По итогам соревнований были награждены медалями и подарками. Лилия Штогрин и Бигзат Кожемуканов. Телеканал ЖДСУ. Это были все новости. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин